Затопленный подвал и неприятный запах в подъезде. Жители дома номер 9 по улице Олимпийской обратились к вриу губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой помочь разобраться с постоянными засорами канализационной трубы в доме. У нас там насос, у нас там теплоузел, все это в воде, все это гниет, мухи, тараканы и все подобное. В доме живут дети, инвалиды, участники СВО, обычные жители, которые всем этим дышат. По словам жильцов, коммунальные службы неоднократно приезжали на вызов и вычищали засор. Вода уходила, но только ненадолго. Спустя время подвал дома снова заполняется нечистотами. Чтобы разобраться в проблеме и найти варианты решения, с жителями встретилась глава города Елена Лапушкина. Попросим компанию провести гидропромывку всей сети от вашего подвала до колодца и запустить робота, который посмотрит, что же там внутри в трубе происходит. Либо эта труба переломалась, либо какая-то трещина, либо сместилась труба. Участие во встрече приняли представители управляющей компании и городских профильных служб. Задача поставлена, чтобы провести телеметрию всей канализационной трубы. Просто они берут короткий участок, его, естественно, чистят. Дальше, видимо, засор происходит где-то в более далеком месте. Поэтому задача поставлена в ближайшее время провести телеметрию, проверить качество труб внутри. В советском районе жители обеспокоены состоянием дороги на Измайловском переулке, где ранее уложили новый асфальт, а теперь меняют теплосети. Восстановят ли дорогу после завершения работ? С этим вопросом жители обратились к в РИО губернатору Вячеславу Федорищеву. На встрече с жителями глава города и руководитель профильного департамента заверили, что благоустройство будет восстановлено. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.